Особенно остро проблему нехватки парковочных мест ощущают те, кто занимается частным извозом. По словам таксистов, часто бывают случаи, когда долго ищешь безопасное место, чтобы высадить клиента. Владимир за рулем больше 10 лет и считает, что владельцам местных базаров давно пора задуматься об удобном и вместительном паркинге для своих посетителей. В старом городе даже просто негде остановиться. Но если не нарушая правила, то тяжеловато бывает. Что нужно делать, вы считаете? Не знаю, может быть парковочные места, карманы расширять. Какие сет-батыры, ее хорошо сделали. Удобно, подъехал, выгрузил, загрузил, нет проблем. Водители ежедневно прилагают большие усилия для поиска свободного места. Правильно парковаться – это целое искусство, говорят водители. К сожалению, многие новички не умеют этого делать и нередко паркуют своей машиной вдоль кармашка, где, по идее, должны уместиться два автомобиля. К тому же привычным становится езда по тротуарам. Водители часто притесняют пешеходов на их законной территории. К примеру, возле электрона. Возле остановки стоит запрещающий знак. А отдельного паркинга для клиентов магазина и банка нет. Вот и ставят машины у самых дверей. Да дело в том, что никто, никто не думает о том, в строймагазины подъездных путей нет и стоянок нет, соответственно. Поэтому так. Они куда поставят, то считают, что это для них правило. Ну что нужно делать? Учить людей пользоваться разумно транспортом. А потом это такие неудобства. Ну вообще это не… Я даже не знаю, как это назвать. Это бескультурия, наверное. Скорее всего, это так. О том, как трудна поездка на ШГС или центральный рынок, знает каждый водитель. Не менее сложно припарковаться и возле других торговых домов. На и без того тесной улице Колдояково автомобили паркуют так, что остальные участники дорожного движения передвигаются с черепашьей скоростью, чтобы не задеть кого-нибудь. Проезжая часть здесь настолько узкая, что не позволяет автомобилистам развернуться. О подземных паркингах и многоуровневых автостоянках в нашем городе говорить пока не приходится. Такие сооружения сегодня предусмотрены лишь в элитных жилых комплексах. Лела Дельшинова, Марат Акажанов, программа «Факт». Редактор субтитров А.Семкин